И мне бы хотелось, чтобы все те, кто понимают жизнь, а все люди понимают жизнь, потому что, как бы вам сказать, что сегодня сейчас происходит. Давайте определимся с нашими дивными ценами. Цены поднимаются на все, от и до. Уже к говядине подлезла свинина, курица стоит космос. Это с чего? Давайте все-таки определимся, с чего такие цены, с чего нам проезжают, что у нас все в порядке, и мы становимся круче и веселее. По сути событий, я пенсионер, я не вижу увеличения пенсии никакой. То есть, допустим, если мы будем говорить, что цена на свинину прыгнула практически на 60%, то пенсия будет всего на 10%. Это мы живем хорошо или у нас проезжает по ушам? Давайте все-таки определимся, где мы находимся. Мы находимся в Верхневральском пивоваренном заводе, вот он прямо за моей спиной. И вот рядышком то событие, которое разрушилось за какие-то 10 лет. Всего за 10 лет вы полностью уничтожили свой Верхневральский пивоваренный завод. Но человек пришел и показывает вам. Я еще раз вам говорю, давайте все-таки подумаем о нашей жизни. Наша жизнь в чем заключается, почему я и говорю. Всех пригласите, даже если вы не пригласили в интернете, никаких проблем нет. Просто пообщайтесь, скажите, вот посмотрите сюжет Алексея Челекина, который вам немножко объясняет суть событий. Суть событий наша немножко в другом смысле то. Суть событий у нас получается, почему мы берем пиво, не поднимая цену. Хорошая тема, да, ведь? Давайте все-таки сказки не будем втирать про то, что у нас все красиво и ровно, потому что вы, дети, из мозгов магнитогорских. А для этого вам ничего не нужно крутого и навороченного. Вам ничего не нужно. Вам необходимо просто проехать куда-нибудь недалеко. Я имею в виду, по Челябинской области или по Башкирии-то все в порядке, там нормально все красиво и ровно. Но хотя с другой стороны тоже, коровники они в лохмотьях, даже если мы будем в другое место брать, по дороге, я имею в виду, в Аскарово, через другую местечку, то. То есть посмотрите, мать мне, в Чопка, вообще понятия мы не имеем той жизни при Советском Союзе. При Советском Союзе все было хорошо и красиво и ровно. При Советском Союзе были люди, которые вырастали и делали хмель, делали все остальное. Сегодня сейчас этого нету в природе своей. То, что вам втирают по ушам, по РТР, про то, что у нас все хорошо и красиво и ровно, это такой бред силой кобылы. То, что вы устроили, вы устроили воровство, воровство везде и всюду. И вы не думаете, что мы такие умные. Нет. Все люди, которые при власти, все люди, которые нас кормят, это чистое варьё, понимаете? Да, господа мои, да, господа мои. И когда все сказки нам рассказывают про то, что у нас все хорошо и красиво, уж поверьте, я человек нормальный, ровный. Я понимаю, что есть специалисты. Есть специалисты, которые на президента уходят, но не получается, естественно. Да и сам президент у нас неплохой. Но вопрос в цене. Давайте определимся с ценой того, что мы здесь производим. Здесь производится настоящее брожение пива. Стандартное брожение пива без всяких тараканов и косяков. Без всяких тараканов и косяков. И еще раз говорю, это мой словесный передел. Но ничего страшного, потому что здесь оно делается качественно. Нормально, красивый, ровный. Только вот из чего все это делается? Вернувшись немножко на круги свои, это можно сделать. YouTube, ничего сложного нет. Переверните страничку чуть-чуть начала, и вы поймете, что у нас нихрена не делается. Нет вообще ничего. То есть все это дело покупается. И покупается явно не в России. Потому что у нас нету ничего. У нас есть воровство везде и всюду. Поэтому все это дело покупается там. Давайте определимся с нашей ценой вопроса. Ну, это было хорошо. Но доллар-то подпрыгнул. И подпрыгнул он процентов на 25, если не больше. То есть к 72 он уже почти до 99, к 100 туда прыгал. Туда-сюда непонятно. Не пришли кобыли хвост что-то вариться в этой жизни. Но тем не менее пиво, которое мы вам предлагаем, оно не поднимается в цене. Вы меня поняли? Сейчас я чуть-чуть дальше зайду, и вы поймете, о чем идет речь. Потому что это удовольствие для вас прежде всего. У нас нету никаких специалистов, потому что все люди, которые были у власти, они были кем до того, как они все были коммунистами. Что потом случилось? Хорошая тема, весьма интересная. Давид, да? Вот такая ситуация возникает у нас. И когда мы съездили в любое место и увидели вот эти все разрушенные коровники, есть другой вариант. Посмотрите у прополя. В большинстве случаев они в никаком состоянии. Только в некотором событийности они приносят что-то. Что они приносят? Ну, дай-то бог рожь приносят, да, пшеницу и все остальное. Это, в принципе, туда и обрабатывается. Но вопрос в чем? Обрабатывается в том ли количестве? Потому что сколько у нас оставшихся нормальных пивных заводов вообще по стране России? Ну, сколько их? Два. Все остальное, это даже не пивные заводы, это то, что Карлсберги там забрали себе и все остальное. Это билиберда по полной программе. Все остальные заводы это то же самое и с той же самой операми. Так вот, более или менее нормальных хронических и качественных заводов осталось всего два. Это Самара и где Верхнеуральский, естественно. Верхнеуральский, ладно, все это дело восстановили, а в Самаре, ну, это сложности разрушить тот самый завод фон Бакана. Естественно, оно там и осталось. Но что касаемо вещей, из которых мы здесь делаем пиво, да. Я вам несколько вариантов расскажу. То, что делается в России, а то, что делается не в России. Так вот, солод. Он делает сне в России. И вы понимаете, что ценники-то вырастают в долларах. Я ничего не понимаю. Но если бы мы вернулись на круги своя, как я уже объяснял нашим дивным товарищам, что, в принципе, то, зачем было приподнимать цены на доллар, можно было бы жестко прикарманить его спокойненько, потом сделать деноминацию очередную, ну, так, чтобы все было нормально и ровно. И все было бы неплохо. И доллар бы спокойненько стал стоить 60 копеек, как он стоил раньше. Но не получилось. И не получилось, и доллар начал прыгнуть практически в сотку и чуть выше. Но сотка и чуть выше никоим образом не отразилась на ком. Сотка никоим образом не отразилась на нас, магнитогорцах. Потому что верхнеуральское пиво, как оно было вкуснейшее, так оно и осталось. И чем больше мы будем это пиво пить, тем и будет другой вариант. Если мы будем пить в большом количестве, то люди поймут качество. И они вам будут говорить, что пейте исключительное пиво. И мы сделаем это, потому что эта контора, этот сам завод работает не на себя. Но, в принципе, и на себя он тоже работает, вопросов нет. Но по большей части он работает на вас, на тех людей, которые понимают, что не нужно пить ничего другого. То, что вас заколбасит, то, что вам разнесет ваши мозги. Не пейте другое пиво, пейте только верхнеуральское пиво. Еще раз говорю тем, кто меня слышит, сделайте, пожалуйста, дивный вариант. Добавьте всем своим товарищам. А если люди не понимают, где вы можете пить пиво, но в магнитогорске на три точки есть, это московская, о, простите, комсомольская 25, это получается труда 204 и рядышком с тройкой. Вы туда приезжаете, пиво пьете, вау, отвинтецкое, потому что оно делается где? Оно делается в Верхнеуральске, на этом самом лучшем пивном заводе. Из какого, из каких составляющих? Вот то, что делается, где есть примочки немножко другого вкуса, это, извините, не российский солод. Ну, нельзя его сделать, потому что здесь все разворовано. Когда все это дело вернутся на круги свои, я не понимаю. Я не понимаю. Ну, может, когда-то и вернется. Я пока немножко прогуляю, чтобы вы поняли, да, то, что это не просто завод, это большое предприятие, в котором выпускается огромное количество пива, которое вы, в принципе, могли бы пить. Это было бы не проблема, если вы все-таки включили то, что у вас есть. Где есть? В голове, естественно. Потому что других вариантов быть не может. Если мы не будем включать нашу голову, у нас получится все очень-очень-очень-очень-очень плохо. Но, с другой стороны, город Магнитогорск, город политпереселенцев, и будем считать, что он может быть строился комсомольцами, но, по большей части, там были и политпереселенцы, и я в том числе, естественно. То есть, моя бабушка, она была ссыльная. Их отправили в Тюменскую область, потому что мой дед был очень хорошим кулаком. Ну, невзирая на отдельную составляющую. А кулаки, что это такое? Кулаки, они не были дебилами, поверьте мне. Кулаки занимались сельским хозяйством, причем делали это весьма красиво, ровно и очень вкусно. А тут пришли наши дивные товарищи, которые их раскулачивали. Ну, да не в том суть событий. Откуда мой дед-то появился другой? То есть, это часть моя, часть моя из Магнитогорска. Мой дед появился из Молдавии, и его просто оттуда сослали, хотя мой прадед, когда был молдаванином, говорил, то русские придут, то белые придут, и те и те жрать хотят. Ну, да ладно, это уже отдельная тема. Ну, понятно, что, как бы сказать, я не был противником коммунизма, потому что, в принципе, то, что я всем говорил, это было красиво, ровно и замечательно. Чтобы мы разворовались и поняли, о чем идет речь, то даже слово разворовались, это немножко другой косяк. Разворовались – это то, чему нас сейчас стремятся научить. А я не буду говорить, я все-таки говорю о себе, как о детище Советского Союза. В Советском Союзе разворовывания не было ничего. В Советском Союзе было все очень красиво и качественно, и примерно та же самая структура и из других стран. Есть, 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 я там был. Потому что у меня были проблемки с головой. Ну, с головой серьезные проблемы. Это глиобластома, естественно. Я ее, по сути событий, не лечил в Российской Федерации. Просто сделали операцию, где еще накосячили с гистологией. Потому что мне здесь говорили, что у меня анопластическая страцитома Г2, крупнодисперсная. В Челябинске мне сказали, что еще повеселее Г3. А в Турции мне сказали, что у меня все приехали. Естественно, я начал лечиться, и это было не в России, так это точно. И в других странах было. Особенно мне сильно-сильно понравилась куба. Чем она мне понравилась? Полное отсутствие как таковой рекламы. Везде хорошая, качественная информация. А мне тут в действительности очень сильно понравилось. По сути своей, то. Естественно, был Китай. Ну, эти две страны, это топ. И даже когда мне говорят, что вы приехали в Америку. Ну, Америка это своеобразная страна. И там очень хорошо молодым, когда деньги зарабатываются. А когда деньги закончились, лучше оттуда вольнуть. Ну, да ладно, мы сегодня не об этих вещах будем говорить. Мы сегодня вам говорим о качестве. Так вот, качество продукта от Верхневральского пивной компании, оно заключается вот в этом солоде. Что такое это солод? Давайте четки определимся, что в Российской Федерации все далеко не так уж и плохо. Хотя, я вижу, что это не так. Ну, да ладно. Очень неплохая вещь под названием Санкт-Петербург. Так вот, в Санкт-Петербурге делается вот этот солод, понимаете? Мы его к вам привозим, и вы спокойненько берете это пиво. Естественно, оно здесь настаивается. Я специально сюда, потому что я никогда не буду менять людям, которые занимаются своим бизнесом. У них свой бизнес, а у меня свой бизнес. Мне надо показать, что этим солодом вы и можете вкушать. Но давайте определимся, что мы делаем. Верхневральский пивной завод выпускает несколько видов пива. Естественно, западное пиво, вы видели, да? И на которое деньги не повышаются, потому что вы должны пить пиво различных сортов, в том числе рижское, в том числе и немецкое, в том числе и чешское, в том числе и кельтское. Это западные сорта пива. Это у нас не производится, но у нас неплохо идут местные сорта пива. Жигулевское настоящее, Верхневральское, естественно, ячменное, пшеничное. То есть так неплохо, да? А раньше Верхневральский завод выпускал одно пиво, а сейчас расширился. Вам это не нравится? Мне это очень сильно нравится. При этом эти дивные сорта, они по цене, естественно, пониже, чем западные сорта пива. То есть вы можете купить эти сорта пива, причем они очень вкусные, навороченные. И сделаны вот именно на этом солоде. То есть этот солод мы запускаем, он варится, добавляем все ровно, красиво, замечательно, без всяких примесей, без всяких алкогольных сентенций. Этого здесь не существует. И вы рано или поздно берете это самое пиво. Конечно, оно красивое. И почему? Наверное, все-таки мы не по полной программе разворовали все, что должно быть. И слава тебе, Господи, что есть человеки, которые собирают это дело, делают это дело красивое. И дают вам ощущение вкусности. Ощущение вкусности и количества, и событийности. И все-таки, вернувшись на круги своя, если вы сильно-сильно перемотаете сюжет, этот можете, другой перемотаете сюжет, мы не будем говорить вам о большом количестве пива. Нет, большое количество пива, оно в принципе никому не нужно. То есть, в принципе, вы можете спокойненько в этих наших дивных точках либо позвонить по телефону, который вы можете спросить у меня. Это несложно делать. Смотрите сюжет, да. Задавайте мне вопросы. Я вам там напишу телефон, по которому вы сможете. Давайте все-таки сделаем грамотность событийности своей. У нас в городе большое количество пивных точек. Но это не пивные точки, это быдло точки, отмороженные точки, идиотские точки. Ну, ради прикола. Давайте все-таки, чтобы вы поняли, рано или поздно, еще раз говорю, все, кто меня смотрит, поделитесь этим дивным сюжетом. Поделитесь всеми моими сюжетами, которые я вам показываю, что Верхневральское пиво – это топ. Топ и самый лучший. И вы тому долбоящеру, который не понимает про эти вещи, скажите, ну, на, сходи в те три точки, это Комсомольская 25, возле Вавилона, и рядышком с тройкой. Просто. Да ты не парь мозги. Как мне иногда сложно не говорить нормативную лексику. Потому что, видите, я не вижу этих дебилов. То есть они упиваются, то есть они берут две трехлитровки тупорильной бурдемаги, которая осветленная, которая потом переработанная, которая может храниться почти. Этого невозможно. Это пиво не может хранилиться в это время. Семь дней при комнатной температуре оно в осадок упало. Я специально, ну, и вообще, все, кто понимает, они охлаждают холодильник. Они берут и пускают, но там стоит. Вы должны понять, что качественное пиво – это только пиво свежее, настоящее брожение. А свежее, настоящее… Вы хоть раз пиво пили с Самары, вы его хоть раз пили… Вы хоть раз, Самарская… Еще раз вам дебилам объясняю, вы это пиво пили? Нет, не пили. Почему? Потому что расстояние большое. Пока его перевезешь двое суток сюда. И приехали, через трое суток или четверо суток оно приплылось. Потому что невозможно вам этого пива пить, этого невозможно. Вы не отъезжаете? Въезжайте обязательно. Именно для этого мы сделали в городе Верхнеуральске. Это до Магнитогорска 40 километров. Ну, не торопливо. Ну, плюс-минус. Ну, допустим, даже невзирая на пробки и все остальное. Но это рядышком. Все, что было сделано в Магнитогорске, не имеет той составляющей, какой составляющей. Я не буду говорить про водку. У нас, когда в Магнитогорске был такой государственный завод, когда все это дело развивалось, был на Левом берегу. Вот водка с нашей водой становится вкуснейшей, потому что у нас вода такая интереснейшая. Но наша интереснейшая вода она не может, потому что, где мы располагаемся? Мы примерно располагаемся на 25 километров от наших дивных гор. А здесь гора вот она. Вот отсюда 150 метров дырка артезианская, 120 метров качается водой прямо с горы. Ну, доезжать-то надо, вы! Непонятливые! Но нельзя в Магнитогорске делать то самое пиво. Потому что, когда это дело пива было, всегда оно считалось... Блин! Но когда привозили пиво в Верхневральске, оно вкусом было другим. И это пиво также вернулось на круги своя. Да, оно немножко дороже стоит, чем быдло пати. Но, в принципе, это даже не быдло пати. Вы захотели себе что-то купить западенское, крутенское, херенское, очморенское, аборзенское. для тупорылых дебиложопов, говорю. Все, вы меня достали. Пиво не может храниться дольше семи дней. Оно может храниться, если вы его нагреете. Но это же не пиво, это уйня. А вы не хотите такую ню пить? Вам не ню нужна, вам вот такая ню нужна. Так это Верхневральское пиво еще раз, 250 раз вам говорю. Все, кто меня смотрит, да пододелись, это несложно. Идти в Вайбер, Телеграм, кинули и все. Чтобы люди поняли, люди должны понять. И чем мы быстрее переключимся на Верхневральское пиво, тем нам будет вкуснее. Уж поверьте мне, потому что я работаю не на них, я работаю на вас. Ну, естественно, о них не забываю тоже. Кстати, вот оно, то самое место. Вы видите, да? За моей спиной. Две штучки. Одна штучка, откуда бралась вода раньше, такой же глубинный насос, она стоит чуть-чуть правее, а другая штучка чуть-чуть левее. Это свежая штучка. Это свежая штучка того самого места, которого мы сейчас показывали. Точнее, мы вам показывали то место, где вы покупаете качественный продукт. Он действительно качественный. Здесь нету ни спирта, ни примесей, ничего нету. Здесь все работает именно для вас. И давайте все-таки определимся. Я стараюсь, чтобы вы включили то, что у вас есть. Давайте все-таки подумаем о том, что такое город Магнитогорск. Город Магнитогорск это город политических переселенцев. Но сегодня и сейчас сюда приезжают остальные товарищи. И они будут противниками. Они просто хотят заработать деньги. А в городе Магнитогорск это делается легко и просто. Они просто приезжают и зарабатывают. Давайте не будем говорить, что город Магнитогорск очень плох. Нет, нет, нет. Мне он более всего нравится. И честно, из российских городов, ну, кроме Самары и Владивостока, я бы никуда не поехал, потому что этот город мне очень сильно нравится. Я его люблю. К сожалению, мне не дают работать для вас, но тем не менее, когда я делаю это все в интернете, я вам показываю, что пункт номер один. Мы определимся с нашей целью. Наша цель не ушибаться в области алкогольного опьянения. Этого не нужно делать, надо пить, как во всех нормальных странах, немножко. Немножко. Что такое немножко? Давайте все-таки скажем, что продолжительность нашей жизни это в том числе, я не знаю, о чем идет речь, поверьте мне, Господь Бог, когда он пришел сюда, он знал, насколько он проживет и как с ним решили побороться отдельные товарищи отдельного государства. Очень плохо они поборолись с ним, естественно. Кому-то нравится, мне, естественно, не понравилось, но тем не менее он понимал, о чем идет речь. Он прожил 33 года. Мы должны прожить немножко дольше. Почему? Потому что мы любим свой грех. А наш грех в чем заключается? Ну, один из грехов это, естественно, рождение детей. Вот так случается. Вы не читали? Так внимательно почитайте, внимательно бегулю. Ну, да и ладно-то то. Но чтобы мы жили хорошо и красиво, нам надо тоже использовать некоторое количество алкоголь. Небольшое количество, не более 50 грамм спирта в день для мужчины и не более 30 грамм спирта в день для женщины. Грамм, маленький грамм, это не сильно много. В принципе, хватает на кружку хорошего вина, качественного, небольшого, естественно. Не надо много пить. И на полтора, ну, может быть, литр пьева качественного или на 150 грамм коньячка и хорошей водочки. Не более того, как. надо умудряться пить грамотно, так что получать удовольствие, а не ужираться, как свинья. Я, в принципе, про это уже говорил, задам вопрос, как это делать с Америкой. То есть нормальная страна, у которой все, в принципе, в порядке, и там люди даже выпившие, то есть есть человек, который выпил меньше, естественно, смотрит и может спокойненько всех развести. Это нормальная страна, надо правильно идти топать и идти нормальной дорогой. И нормальная дорога у нас для Магнитогорска в том самом качественном пиве. Это верхневральское пиво, вот оно, отсюда, вот даже если напрямую прыгнуть, где-то 150 метров, на лошадь меньше. Это пиво, это хорошее пиво. И это пиво, кстати, не прыгает в цене, хотя оно должно прыгнуть в цене, но это не делается, потому что я вам еще раз говорю, если вы в большем количестве будете пить это качественное пиво, то почему нет, почему нет, мы это сможем сделать, и не будем втирать ценники, потому что мы работаем не для себя, а для вас. очень будем говорить, что мы самые лучшие товарищи.